В Булатниковском поселении подвели итоги 2016 года. Среди собравшихся члены депутатского корпуса, представители духовенства, правоохранительных органов, сотрудники управляющих компаний, старосты деревень и просто неравнодушные жители. Глава поселения Сергей Арчуков рассказал о достижениях ушедшего года. Выполнив программу объединения муниципальных районов, городские округа и сократив штат сотрудников, администрация оптимизировала расходы на содержание чиновничьего аппарата. О несомненной пользе передачи части полномочий поселений к районной администрации Олег Хромов говорил еще в прошлом году. Только за счет консолидации пяти поселений мы ежегодно получили 140 миллионов экономии, живые где каждый год. Как результат, администрация поселения Булатниковская сэкономила более 31 миллиона рублей бюджетных средств за отчетный период. В ушедшем году были сданы столь нужные жителям социальные объекты. Следующее значимое событие в нашем поселении – это открытие детского сада номер 23, калибоскоп, в новом микрорайоне Бутово-Парк 2. Бутовская средняя образовательная школа номер 2, в новом микрорайоне Бутово-Парк 2Б. Долгожданное открытие поликлиники в микрорайоне Бутово-Парк. В минувшем году доходная часть бюджета выросла более чем на 100 миллионов рублей по сравнению с годом предыдущим. Приоритетными статьями расходов по-прежнему остаются инфраструктурные объекты – капремонт жилого фонда, расширение парковок, ремонт дорожного полотна, обустройство детских площадок. Местные жители свидетельствуют о несомненных успехах в этой сфере. Все вообще прелестненько. На фоне того, что было, пусть даже застройки, ну как бы все есть уже для того, чтобы… Главное, что дети. У нас очередей не стало. Детские садики – это уже хорошо. Из поселка Новодорожино в прошлом году, в 2016-м, у нас полностью облагородили поселок. Из него сделали цветущий город-сад. Построили 6 или 7 детских площадок, спортивных площадок для подростков. Были расходы и на поддержание социально незащищенных жителей поселения. Одинновременно материальную помощь гражданам, оказавшись в трудной жизненной ситуации, получили 12 человек. Материальную помощь на приобретение товаров первой необходимости – один. Выплаты ко дню победы – 396 человек. Однако, как заметил в своем выступлении глава Ленинского района, проблемы у поселения остаются. И связаны они, как правило, с недобросовестными застройщиками, которые в рекламных проспектах обещают, что называются «золотые горы». Но на практике все выходит несколько иначе. На момент заезда в нашем районе не имеется ни школы, ни детского сада, ни поликлиники. Хотя на момент покупки квартир застройщик обещал, что все будет к моменту заселения первой очереди. Такие недобросовестные застройщики, по словам главы, удаляются с рынка, но проблема все равно решается. Уже с новым застройщиком. Сейчас дальше будет большое количество вопросов. Для того, чтобы решать те обещания, которые были сделаны предыдущим застройщиком, мы составили перечень этих обещаний. Сергей Анатольевич Гаврилов, здесь мой заместитель, присутствует, который сейчас в ежедневном режиме проводит переговоры для того, чтобы все эти обязательства были включены в решение градостроительного совета, и мы могли их закрепить по каждому населенному пункту. Последствия встречи перешла в уже давно привычный интерактивный формат вопросов и ответов. Вдоль нового шоссе много брошенной, поставленной, некорректно большегрузной техники. Здесь правые наши муниципалы. Я вот смотрю, Александр Петрович записывает. Понял, что надо убрать. Также была отдана дань еще одной традиции. Олег Хромов поощрил жителей, принимающих активное участие в улучшении условий жизни поселения. Среди награжденных Татьяна Шильнова. Уже больше четырех лет она отстаивает интересы родной деревни. Боремся за то, чтобы у нас были такие же условия проживания, как в новых отстроенных микрорайонах. Также среди награжденных представители духовенства и сотрудники управляющих компаний. Совместные усилия граждан и администрации. Не это ли залог процветания своей малой родины?